Новогодние праздники завершились и горожане начали массово избавляться от елок. Как сделать это экологически правильно, показал на личном примере замглавы химок по вопросам ЖКХ. К одному из специально установленных контейнеров Дмитрий Чистяков привез хвойные растения из собственного дома. Как чиновники на местах всегда поддерживаем решение губернатора Московской области Андреевича Воробьева. В частности, это решение по созданию и реализации экологической окружной акции «Подари елке вторую жизнь». И своим примером, в том числе и инициативой, что называется, заряженным азартом, я с удовольствием принимаю в этой акции личное участие. Задача организаторов акции – привить горожанам культуру цивилизованного обращения с отходами. Впрочем, и практической пользы здесь немало. Елки будут переработаны в щепку. Она пойдет на производство фанеры для детских площадок. Также древесный материал будет использоваться в качестве удобрений для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево» в 2020 году. Елка не умрет. Какая бы она красивая, нарядная ни была, она порадовала нас дома. С запахом и, я не знаю, этими иголками. Но теперь она не умрет, она получит вторую жизнь уже в какой-то другой ипостасе. Всего в Химках будет установлено три специализированных контейнера для хвойных деревьев. На проспекте Мира у стадиона «Родина», в жилом микрорайоне у дома номер 9 по улице Машенцево и на улице Новый 1 в микрорайоне Сходня. Всего по Московской области будут функционировать более 300 площадок для сбора елок. Акция завершится 15 февраля.